В современном обществе в семьях мало общаются друг с другом, каждый занят своим делом и, как итог, не самые крепкие отношения и проблемы со взаимопониманием. В студии программы «С утра до вечера» Олеся Новикова, автор проекта «Мамина школа». Спросим у Олеси, как же нам сблизить в семье людей, чтобы вы сплотились. Олеся, привет! Привет, Олеся! Что действительно, действительно это можно считать такой большой, серьезной проблемой? Я считаю, что это можно считать проблемой, потому что, вот, сами посудите, посмотрите на то, как живут сейчас семьи. Мама пришла с работы, уставшая, занимается своим ужином, папа пришел с работы, тоже уставший, занимается своим отдыхом, компьютером, ребенок делает уроки или же тоже сидит, занимается своими какими-то делами. И получается так, что мы в семье стали значительно меньше общаться друг с другом. Если у нас еще на выходных есть какой-то совместный досуг, то это там куда-то мы сходили на часик в кафешку, вот как бы и все. Потом из кафешки вернулись, и каждый снова начал заниматься своими делами. По своим комнатам, да, разбились. А когда мы с детьми вот разными делами заняты, нет у нас вот этой вот общей сонастройки, когда мы одно целое, когда между нами крепкая привязанность. А как мы уже много раз в этой студии говорили, если у ребенка нет крепкой, здоровой, надежной привязанности ко взрослому, то слушаться этого взрослого он не будет. То будут проблемы и с отношениями, и с поведением, и с учебой. А можно сказать о том, что причина такого разделения, это в том числе и гаджеты? Однозначно, да. Опять же, смотрим на современную семью. Мама в телефоне следит за чужим контентом. И в этот момент, кстати, вот тоже вот хочу мысль такую обратить на нее внимание. Сейчас говорят много о вреде гаджетов. Но я бы на эту ситуацию посмотрела с точки зрения того, что не именно на ребенка гаджеты влияют плохо, а именно то, что мама в чужом контенте и на потребности, на зов, на призыв, на просьбы ребенка откликаться адекватно не может. Вот это вот намного вреднее. Вечером мы раньше читали ребенку книжку бумажную, а теперь говорим, Алиса, прочитай моему ребенку сказку или ставим ему какую-то аудиосказку. Тоже, опять же, утром за завтраком раньше, может быть, обсуждали какие-то общие темы, семейные какие-то планы. То теперь включено видео на Ютьюбе, и там мы тоже что-то слушаем. Все это, конечно, здорово, это расширяет наш интеллект и кругозор, но для отношений это не очень хорошо. Особенно «Синий трактор» расширяет интеллект и кругозор. Утром послушал эту песню и целый день. И все, целый день она в твоем кругозоре. Но что же поможет родителям и детям настроиться друг на друга? Очень хороший способ настроиться друг на друга, хороший вообще вот этот термин. Он очень такой понятный и сразу ясно, что делать. Настроиться друг на друга помогают ритуалы и семейные традиции. То есть что-то только для вашей семьи, что происходит только у вас. Причем это не те ритуалы, когда мы отмечаем Новый год, в 12.00 садимся за стол. Тоже удивились, все отмечают Новый год. Абсолютно верно, Женя, это делают все, и поэтому ценности именно у этой традиции нет. Нужны именно ваши какие-то семейные вот такие вещи, которые помогают вам привлечь к себе внимание ребенка. То есть какое-то время, где и вы, и ребенок можете отдохнуть, можете не думать о своих проблемах, можете поделиться своими эмоциями. Как вот эта вот привязанность укрепляется, откуда она появляется? Она появляется в те моменты, когда мы завладеваем вниманием ребенка, когда мы его зовем к себе не только для того, чтобы дать какое-то указание, требование. Вынеси мусор, быстрее собирайся нам уже уходить. Что-то приятное, что было, да. Точно, Женя, ты абсолютно прав, чтобы ребенок понимал, что если мама меня зовет, то есть большой шанс, что я сейчас что-то от мамы хорошее получу. Что мама не только мне указания раздает, а мама меня может позвать, чтобы просто погладить по голове, или посмотреть на меня добрым взглядом, или кивнуть, или улыбнуться, или в кухню меня позвать, она там что-то готовит, хоп, мне там кусочек морковочки какой-то дала. Вот они, вот эти вот семейные ритуалы, в которых ребенок понимает, мы вместе, мы одна семья, у нас всегда есть что-то общее. И вот это будет здорово работать для того, чтобы укреплять отношения. Прекрасно, я считаю, это отличные советы. Отличные ритуалы и хорошие советы, как всегда. Спасибо, Олеся, за эту беседу. И вам спасибо. Спасибо большое, Олеся, мы двигаемся дальше. Сейчас, как и обещали, будет волшебное превращение уличной цветы, и мы превратим в домашний сюжет Кати Воронченко.